Подъезжает на грудь он сначала, а теперь берёв. Подъезжает на грудь. Подъезжает на грудь. Подъезжает на грудь. Подтаскивает и там разглаживает. Я уже перескочил на другую сторону. В озеро второй мостик. Он берёт, вот едет. Брали бульдозеры когда-то раньше. Изрезали всё. Он теперь разгладил, между ними убрал. Вот здесь вся солодку я и собираю. Сегодня удивительное дело было. Я собираю. Он идёт. Отхожу в сторонку подальше. Пошел прям рядом. И вдруг у него везёт полную корчагу эту. Останавливается. Вылазит. Думаю что-то не залазилось опять у него. Ещё бы вы думали. Меня упрекали иногда. Вы так работаете заразительно. Но даже пищи делаю. И ребятишки все в саже. Хозяева. Даже бабушка какая-то старается и кирпичик подать. То есть я делаю это с любовью. И людям это передаётся. Не могу никак ухватить где он летит. Не вижу. Плохо вижу. Плохо вижу такой. А зачем показать. Рядом у него где-то гнездо. У утки было 12 утят. Сейчас только два утёнка. То есть он переловил их. Вот он прямо над нами. Я крючок. Коршунёнок коря крючконосый. Не боялся ничего и вдруг. Любознательность его заносит. На последний смертельный круг. Как у нас коршунёнок был. Летал за нами. Щипят у меня сапоги. Пищи чтоб накормили его. С котом они не очень дружили. Вот он упал. Подхватил что-то и понёс. Понёс где-то в гнездо. Что-то он нашёл. Или птенец какой-то выпал. Или ещё что-то. И лететь я уже знаю куда. Я начал, правда, без веристов. Арсений Виктор Михайлович. 66 лет. Ну как. Вот жилистый такой мужик. Я лежу, вылез из кабины. Бросил пол мою. Везёт. Что же делает он? Он бросился собирать солодку. Увидал впереди себя. Лежит и мне подаёт. Вот представьте какое. Конечно, это не дело, что бросил основную работу. Но однако. Вот так он едет и видит, что сейчас он завалит. Завалит. Вот он убирает полностью. Стартовывает, летёт. Вот он сейчас сам нагрузит. Вот увидал я корень. Даже сейчас я рассказываю про него. Представьте себе, как он увлёкся этим. Что я была самую работу свою. А вот я подхожу сейчас, и показываю. Вот корешок вижу. Вот. А он всего корешок-то такой. Ну ладонь длинный. А вот так набирается. А вот этот подлиннее. А бывает покрупнее. Вот сегодня мы начали работать. Ещё часто не работает, наверное. Вчера сколько тут набрал, вдвоём тащили. А корень солодкий, это не черёмуху собирать. И вот сегодня только в начале, сколько я подобралась к нему. Ну сколько здесь. Ну килограмм-то пять есть, наверное. А вот он теперь поднимается. Там разворачивается. Не хватало. Ну дальше разравниваем. Вот так. Я ему сказал, там у нас занижено. И он решил сделать завышенное. Повыше. Ему надо расширить сейчас трассу, иначе она никак не может быть. Какой градус, я не знаю. Вот этого естественного обрушения. Ну 60, наверное. Ну не 45, как я думал. Вот она. Трасса-то идёт. Он как берёт. И земля естественная отсыпь даёт. И раз он... Ну нарисуй пирамиду. И кверху подними на 20 сантиметров даже. Она уже не пропускает его. Должен... А если сделать её такую же 4 метра и вверху. Выше на... Ну на полметра скажем. Это много. Там 30 сантиметров. То если дело, что прямая линия внизу расширяется там сантиметров на 20. А если у тебя на метр поднимается, значит внизу основание сантиметров по 70 с каждой стороны. Вот это уже на месте уже видишь как. Почему ему это нужно? А иначе как он будет гусеницами-то? На чём он стоять-то? Они обрушатся, он опрокинется. И вот он сейчас поднимает их и... Старается сделать шире. Это уже к завершении идёт. Сегодня он должен как бы закончить. А там дальше далёко-далёко видать поезд идёт. Дым. Ну поезд это... Тепловоз. Везёт. Барнаул Кулунда. Помню мы в училище Скорчиной. Бабка называлась Блюденьих. А то ли Блюденьева фамилия была. Ну что-то такое. Хорошая бабка была. Хорошее очень дело. И мы с братом двоюродным Василием. Василий как в свободное время спать ложился. А учились кажется в одном классе. Не знаю от чего так. Но мне до того интересно было. Машины-то в отвал увозили. То ли они на зерне работали. Зерно видать. Потом как-то им платили или ещё. Я сидел и записывал все номера. И по этим номерам было видно кто выпадает из них. Кто на стороне. Или у кого поле дальше. Это в пятом классе. Никто не заставлял. Нигде не считал. Вот это всё-таки дано человеку. Теперь только вот назад рассматриваю. И помню фенологические наблюдения. На каждый день вёл. И весной сравнивал. Какая осень была погода. Где-то что-то высчитал. Литературы не было. Никто этим не занимался. Знаю. Но меня как будто кто толкал. Вот тебе надо это. Надо. Любил рисовать небо. Акварель. Краски масляные не было. Руки замёрзнут. Зимой иду из школы. И ничего не надо. Скорее залезу. Там крыша была такая. Как почти плоская у деда. И рисую. Вот это вот то что я называю избрание. Дано или не дано. Вот они нельзя. Вот сейчас попробую заставь вести дневник. Взрослые это редко ведут. У меня дневник более 60 лет ведётся. Да в тюрьме. В больнице. На исследованиях где был. Везде одинаково. Это Бог делает так. Вот отсюда я узнаю избрание. И как избрание узнать? В тягах молитвы. Ребёнок таится начинает. И ходит отдельно молится. Вот только поэтому могу определить. Ну и изобразитель, послушание. Это у нас сегодня 25 июля 2017 года. Сюда надвинул. Вот из этого места. Сюда сначала надвигает. Вот сколько раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Одну уже видимо утащил. Семь раз отсюда лопат этих привёз. А теперь пятится. И по одной берёт. Ему надо напрямую сразу. Иначе она разваливается. Теперь он напрямую вывел. А это уже дорога. И вот он сейчас видишь как подворачивает, подворачивает. И больше, больше подгребает. Видишь как? Вот и все подворачивает. Больше, больше направляет. Продолжение следует... Продолжение следует... Солнце к закату, зарплата в руки... Попишетки так, все это подписано... Разница есть... Вот гляжу, где деревенские пасут... Каждый день на одном и том же месте... Такие площади огромные... Не хотят пасти... Вот они... Камни там... Старые постройки были... Утром выгоняют там и вечер... В обед... Притом каждый день... Все лето... И вокруг вот какие пастбища... Зелени... Море... Толкутся на одном месте... Я подумал... Коровы-то православные... Им дальше ничего не понятно... По-славянски... Толкутся... Колокола... Мощи... Вот эта мертвичина вся тут... Раздробленная... Камни валяются... И они среди них там... Крапива... Коровы православные... Батюшка говорит... Действительно... Говорит... Погонишь... Хорошее пастбище... Не хотят есть... А вот сюда возвращаются... И здесь лазят... А тут... С одного квадратного метра... В пригорщу даже не наберешь... Как столешница... Чистый стол... Я подумал... Это... Как уже так и скотина... Приноравливаются к этому... Чтобы показать... Какие мы есть... Синодальный перевод... Не такой... Вот начинает... Грамотный... Пять слов по-еврейски... Прочитают по словарю... Не такие... Неправильно... Там значения какие... Сегодня таких переводчиков нет... С ними сравниться... Никто не может сегодня... Никакие Лихачевы... Вот Александр Мень меня говорил... Как Павский Герасим Петрович... Вольсен Давид Абрамович... Ничего... Не понимают... На камнях толкутся... Вот колокольный звон... Праздники... Святые... Матрона... Вот вся вот эта... Братья... Коровы... На одном месте... И стоят... А что молока от них... Мало нету... Их колоть... Колят подряд всех... И в это даже... Нужды нету... Это моя оставка там... Палация растет... Киржат висит... И все скачет... Потому что... Вот до горизонта... Видать... Лесополосы... Это вот яма... Где я стою... Вдоль дозера когда-то брали... Абсолютно все поле изрыто... Вон куда далеко... Метров... На... Семьдесят... На... Сто... А этот... А нашлика выравнивает... Которые были... Вот он... Здесь бригада была... Которые в горях... Вот он вот... Каналы все эти... Выравнивает... Попала в траншею... Он ее завалил... Сейчас в следующий раз тоже берет... И опять заваливает... А потом дальше потащит к себе... Лишняя конечно работа... Ну как... Вот она поперек здесь... На дорогу они выносили... Не знаю почему... А это второй мостик... Вон там от рожек... Видать... От рожек в сторону... Куда вчера мы ездили... И там завалили... Чтобы вода не уходила... А это вот... Даже деревья... Там даже видно... Уполок... Чуть-чуть повызвышается...